Молитва от увеличения и воспаления лимфоузлов. Дорогой друг, прежде чем молиться за Твое исцеление, я хочу передать Тебе слова от Господа, которые Он говорит в Твое сердце. В этих словах ищи корень и причину Твоего заболевания. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит Я Павлов, а другой Я Аполлосов, то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия Нива, Божие строение. Дорогой друг, проверь свое сердце, проверь свое сердце, есть ли зависть в нем. Дух Святой, открой сейчас, если есть зависть в этом человеке, Господь, просто открой, выведи ее на свет. Дорогой друг, если в тебе есть зависть, прямо сейчас пришло время покаяния. Пришло время покаяния и избавления. Избавления от зависти. Выбери расстаться с этим чувством и никогда больше не завидовать. Сделай этот выбор и попроси Господа освободить тебя от зависти. Дорогой друг, проверь свое сердце также на предмет споров. Может, с кем-то споришь ты? Иисус говорит, что спорить не нужно. Спорить не нужно. Нужно просто открывать рот, когда Дух Святой хочет сказать через тебя. Можно донести истину, когда Дух Святой говорит через тебя. Быть внимательным и чутким к Духу Святому, когда Он просит тебя закрыть рот и просто молчать. Ты можешь молиться за этого человека, но не нужно спорить. Иисус никогда не спорил. Если есть момент в твоей жизни, что были споры, есть споры, сейчас время просто покаяться за них и принести к Богу. И саму суть споров и человека, с которым ты спорил. Когда я молюсь на языках, это время, когда ты говоришь с Богом и каешься, и Бог показывает тебе выход просто и освобождение от проблемы, от споров в данном случае. Проверь свое сердце на предмет разногласия. Есть ли с кем-то разногласия, какие-то разборки, какие-то ссоры, переговоры словами, словами, которые не несут благословения. Сейчас время покаяться за это, за эти ссоры и распри. И просто покаяться и простить этого человека, с которым у тебя разногласия, и помолиться за этого человека, с которым у тебя разногласия, и простить самого себя. Еще Господь тебе сейчас говорит, Я Бог ревнитель. Не превозноси служителя, через которого ты уверовал. Не превозноси, выше имени моего, человека, через которого я действую, потому что он всего лишь человек. А я Бог, я могу действовать через что угодно и через кого угодно. Через осла могу говорить. Но не нужно возвеличивать осла. Господь хочет сказать, что все, что происходит в твоей жизни, все хорошее, что происходит в твоей жизни, это делает Господь. Это делает Господь. Он использует людей, но это делает Господь. И слава, и честь, и хвала должны принадлежать только Господу. Люди получат свою награду от Бога. Но ты славь только Бога. А сейчас просто положи, если ты разобрался с этими проблемами, о которых я только что сказала, если нет, просто сейчас нажми на паузу и разберись, помолись, покайся, потому что это корень. Это корень, на который показал Господь. И когда ты разберешься с этим, когда ты искренне молитвой покаяния отдашь это в руки Бога, и когда Дух Святой покажет тебе выход, черь, освободи тебя, включая снова эту запись, и теперь принимай полное исцеление, потому что корень, корень этой болезни, он вырван. Если мы разобрались с этими проблемами, просто сейчас скажи вслух, Иисус мой Господь, Иисус мой Господь, Иисус мой Целитель, Иисус мой Целитель, прямо сейчас я верой принимаю исцеление от Господа моего, Спасителя и Исцелителя, Иисуса Христа. Положи свои руки на себя и прими полное исцеление именем, силой и властью Иисуса Христа. Я запрещаю всякому увеличению и воспалению лимфоузлов. Я говорю, что лимфоузлы приходят в норму, и они функционируют так, как их задумал Господь. Дух Святой, драгоценный Дух Святой, просто окутай сейчас, окутай этого человека своей любовью, своей любовью, своим теплом. Пусть твоя исцеляющая сила сейчас пройдет от макушки до стопа этого человека, который слышит эту запись, сжигая на своем пути все, что не от Бога. Все, что не от Бога. Пусть все болезни, все бесы трепещут и выходят вон, немало не повредив во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю полное исцеление в этом человеке, в духе, душе и теле, полное исцеление. Полное исцеление лимфоузлов, полное исцеление от всех других заболеваний, от всех освобождение зависимости, освобождение от грехов. Я проклинаю просто и извлекаю сейчас именем силы и власти Иисуса Христа этот духовный корень, эту причину болезни. Я уничтожаю ее именем, силой и властью Иисуса Христа. Аминь. А теперь, дорогой друг, настало время просто прославить Господа. Сейчас просто начинай молиться, благодарить Его, хвалить Его, поклоняться перед Ним, восхищаться Его красотой, величием. Сейчас пришло время благодарности, твоей благодарности, потому что, что бы ты ни видел в реальности, ты получил свое исцеление и оно проявится в реале. Но ты не жди, когда оно проявится в реале. Начинай благодарить и славить Бога так, как будто ты уже все это увидел. Это исцеление веры. Вера — это существование желаемого и видение невидимого. Вера — это когда ты благодаришь Бога так, как будто ты исцелен, и потом ты в реале видишь, что ты исцелен. Вера — это не тогда, когда ты исцелен и ты поверил, что ты исцелен. Для этого не нужна вера, когда ты уже видишь. Вера нужна, когда ты еще не видишь. Вот сейчас просто верой прими свое исцеление и благодари Господа. И я жду твоего свидетельства от этой болезни. Я жду. Напиши мне, чтобы я могла прославить Господа нашего и Спасителя и Иисуса Христа за это чудо, которое произошло в твоей жизни. И сейчас еще Иисус говорит тебе. Слушай, внимательно слова Иисуса. Прямо сейчас Он говорит в твое сердце. Где обвинители твои? Никто не осудил тебя. И я не осуждаю. Иди и спредь не греши. Я не осуждаю тебя. У меня против тебя ничего нет. Я люблю тебя. Я люблю тебя, мое дитя. Я приготовил тебе путь. Путь для нас двоих. Удивительный путь. Я сейчас протягиваю тебе свою руку. Пойдем вместе по этому пути. И я покажу тебе великое и недоступное, чего ты еще не знаешь.